Приветствую! В числе обязательных атрибутов процветающего демократического государства наравне со свободой слова и независимой судебной системой всегда упоминают еще один – сменяемость власти. Почему это так важно? Почему говорят не об ответственной власти, не о компетентной, а в первую очередь именно о регулярно сменяемой? Сегодня попробуем разобраться. Есть на Руси такая традиция – ждать доброго царя. Вот придет добрый царь и наведет, наконец, порядок. Воров и бандитов посадят, обездоленных накормят, всем раздав по заслугам и будет править по справедливости. Страна расцветет, народ, наконец-то, заживет по-человечески. Но вот все никак не получается. Прямо-таки сплошное невезение у нас с этими царями. Какой не придет, в итоге все равно мерзавцем оказывается. Народ уже привычно вздыхает. Ну что поделать? Опять не угадали. Что же за напасть-то такая? В цивилизованном мире на этот случай давно найдено эффективное решение. Правителей надо регулярно переизбирать. Отработал срок – иди на выборы. Сумел переизбраться на второй – отработай его и отправляйся на почетную пенсию. Пиши мемуары, выступай с лекциями, «Будетворительностью занимайся, а во власть больше не ногой». Часто это объясняют так, что власть, дескать, развращает. Причем доля правды тут есть. За годы правления легче легкого поверить в свою исключительность, растерять остатки самоиронии, оторваться от народа, да и просто, что называется, зажраться. Но заметьте, рассуждая так, мы будто бы снова ищем рецепт доброго царя. Поначалу, мол, правитель добрый, пусть правит, а как испортился – несите нового. Да кто знает, кого и в какой степени развращает власть, с какой скоростью, как это вообще измерять. А вдруг этот конкретный кандидат окажется честным и неподкупным? Вдруг именно он сумеет выдержать все испытания и не податься на искушение? А вдруг нет? Подобным любительским психоанализом можно заниматься бесконечно. Должен быть какой-то более объективный, приземленный, практический механизм. И такой механизм есть. Он основан на том, как принимают решения чиновники. Причем не только в верхнего эшелона, а на любой позиции – сверху донизу. Вот сейчас мы до них доберемся, но сначала небольшое отступление. В стране есть основной закон – конституция. Она сдает фундаментальные правовые рамки, главные принципы, в котором живет и развивается государство. Далее есть законы, уже более конкретные, узконаправленные, действующие строго в рамках конституции. Если какой-то закон ей противоречит, то он автоматически теряет силу. Еще ниже идут подзаконные акты, внутренние инструкции и, наконец, непосредственные приказы начальства. По юридической логике у них минимальный приоритет. Думаю, многие из вас, сейчас слушая это, грустно улыбнулись. Мол, ну что за наивность? Понятно же, что в России все решает приказ начальника. А что там написано в законах или тем более в конституции? Да не смешите. И вы совершенно правы. Вернемся к нашему чиновнику. Вот он получает приказ. Инструкцию, распоряжение назовите как угодно. Которые явно противоречат закону. Ситуация неприятная. Проявишь нелояльность, жди, что начальство по голове не погладит. Нарушишь закон, можно и в тюрьме оказаться. Как быть? И вот тут решающую роль играет то, сменяемая у нас власть или нет. Когда режим не обновляется десятилетиями, все начальники по цепочке, назначаемой с самого верха, сидеют на своих постах. И тогда ответ очевиден. Делай как приказано, не умничай, свои не сдадут. А если недовольные дойдут до суда, так суд тоже часть вертикали. Там тоже все свои. И они прикроют. В такой системе отношения выстраиваются на личной лояльности. Она одновременно и социальный лифт, и защита. А вот если власть регулярно меняется, чиновник, ну не будь дурак, уже рассуждает иначе. Сегодня у власти одни, а завтра кто их знает. Сегодня я выслужусь перед шефом, а завтра ветер переменится, начальство снимут, а меня еще и крайним сделают. Гораздо проще поступить самым очевидным образом. По закону. Может и поварчит нынешний шеф, но и черт бы с ним, зато потом не сяду. И так на всех уровнях. В условиях неопределенности, ни один чиновник от провинциального участкового до министров и генералов не может рассчитывать на вечное покровительство. А закон, напротив, предлагает им опору. Действуй в соответствии с ним, и к тебе будет не придраться. Вы можете возразить, что и в законах ведь можно написать что угодно, и что приговоры в нацистской Германии выносились в полном соответствии с тогдашним немецким правом. А как быть с этим? А точно так же. Ведь и законодатели, и Конституционный суд – такие же части сложной государственной системы. Для них сменяемость власти тоже создает угрозу, что за любой закон, принятый и одобренный наперекор Конституции, в скором времени придется отвечать. Так что неопределенность для чиновников – это в конечном счете стабильность для нас с вами. Она снижает цену личной лояльности внутри системы, не дает формироваться устойчивым коррупционным связям, и в итоге вынуждает всех просто действовать по закону. Именно закон становится для всех универсальной опорой, как, собственно, и должно быть. Ведь чтобы построить современное правовое государство, не нужен никакой особый национальный менталитет, или уж тем более добрый царь. Нужна просто регулярная сменяемость власти. Всего вам доброго.